Книгохранилище и читальный зал, а также современный арт-холл для презентаций и зал детства. В поселке Красное торжественно открыли первую в Ненецком округе модельную библиотеку. Александра Литкова расскажет подробнее. Никита Литков в свои 4 года постоянный посетитель Красновской библиотеки. Как и все жители поселка, с нетерпением ждал открытие современного общественного пространства. Красивое, улюдное. Буду приходить с мамой и читать книжки. Еще буду играть, смотреть мультики. Мозаика, пазлы, рисование, кроссворды и многое другое. Все это есть в игровом терминале «Игренок», рассчитанного на ребят с 3 до 12 лет. Здесь он включается. Выбери свой «Меня зовут Игренок». Вот это самое главное, самое начало. Давай поиграй. Дети, ребенок приходит, выбирает возраст свой и выбирает, в общем-то, для себя игру. Также можно регулировать громкость, для этого есть специальная клавиатура. Всего в библиотеке нового поколения 4 зала для разных возрастных категорий. В интернет-зале для посетителей установлены 6 компьютеров с выходом интернет. На компьютерах можно работать, можно проходить курсы повышения квалификации, курсы профпереподготовки. Пожалуйста. Здесь можно посидеть с друзьями, посмотреть фильмы, пообщаться. Для библиотеки нового поколения приобретена современная мебель, мультимедийное оборудование, оснащение для организации и проведения досуга. Для маломобильных граждан установили пандус. Библиотека нам очень понравилась, очень красивая, красочная, яркая. Мы с удовольствием с детьми будем сюда ходить. Один ребенок у меня в школе учится, а другой в садик ходит. И мы с удовольствием будем посещать эту библиотеку. Я сама не любитель, конечно, читать, но я сюда с удовольствием буду ходить. Думаю, мероприятия будут всякие тут проводиться для детского сада. Они тоже будут сюда, наверное, с группами ходить. И это для пенсионеров тоже. У меня мама тоже пенсионер, и они, думаю, будут здесь собираться. Поселок Красное – первый в регионе населенный пункт, где открылась модельная библиотека. Под ее размещение здесь было капитально отремонтировано одно из бывших зданий школы. В здании была перепланировка, допустим, отдел чтения вот этот. Здесь было три кабинета ранее, они объединены в один. В зале детства тоже раньше было два, перегородка была убрана. И зал встреч, по-моему, тоже объединили два кабинета. История Красновской библиотеки насчитывает более 60 лет. Ранее она располагалась в здании Дома культуры. На сегодняшний день книжный фонд библиотеки насчитывает 14 тысяч экземпляров. Из них 800 были закуплены именно для модельной библиотеки. Совершенно справедливо, что первая модельная библиотека открывается именно в поселке Красное. Почему? Потому что здесь почти тысяча читателей этой библиотеки. Потому что эта библиотека обслуживает, удаленно обслуживает читающих на рыболовецких участках, в оленеводческих бригадах. Добавлю, модельная библиотека в Красном открылась в рамках национального проекта «Культура». Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.